Добрый вечер. В первую очередь хочу поздравить наших болельщиков. После трех ничейных игр в чемпионате сегодня одержали очень важную победу над очень серьезным соперником. В команде Козелком собраны очень квалифицированные футболисты. И такой момент, что мы с ними уже встречаемся третий раз. Все три раза их одолели. Поэтому я хочу поблагодарить наших ребят. В таких играх, наверное, на первый план все-таки выходит командный дух. Жажда победы. Сегодня они перед своими болельщиками, наши парни, хотели сделать праздник. Удался. Что касается непосредственной игры, то я думаю, что тот момент, что мы создаем огромное количество голевых моментов и не реализовываем, конечно, создает определенную нервозность. Но опять повторюсь, наверное, уже в очередной раз. Другого решения нету. Другого выхода нету, как работать над этим элементом. Сегодня наши нападающие, наверное, давно должны были заканчивать игру. Что касается компонентов в обороне, в атаке, ну, полностью переиграли соперников. Мы имели огромное количество, особенно в первом тайме, в начале второго момента. Но, к сожалению, реализация хромая. Вот, я думаю, что, наверное, настанет такой день, когда мы начнем забивать все свои моменты и заблаговременно заканчивать игру, результат, добывать результат и радовать наших болельщиков более такими качественными действиями в атаке, результатами. И сберечь нервы наших болельщиков, в том числе и наши. Поздравляю всех, важная игра, двигаемся дальше. Осталось 7 игр в чемпионате, я думаю, это 7 финалов. Постанавливаемся в каждой игре показывать качественный футбол. Постанавливаемся в каждой игре. Постанавливаемся в каждой игре. И я так не забыл, я сказала. Но я не знаю, что я не знаю. Мы не можем снижать, но мы не можем снижать. Мы не можем снижать. Мы можем снижать. Харь бит Теончи, давайте с крайнего вопроса. Каждый футболист в нашей команде, если он находится в нашем составе, значит он может выйти на футбольное поле. Сегодня, может, первый раз мы дали Мирлану шанс выйти на футбольное поле. Но, к сожалению, не совсем получилось. Плюс небольшая травма, наверное, вы видели, он выходил и хромал. Что касается, почему он вышел на поле, вопрос на Маученчестве. Он игрок в сборной, мы его брали как нападающего в конкуренцию Марушича. Вот Марушич в том числе уже вторую игру выходит на усиление и забивает гол. Это своего рода было тактическое решение, но сработало. Думаю, что если нет конкуренции, то, естественно, нет развития. Сегодня и Мирлану спасибо, и Зорван вышел, свое дело сделал. Что касается нервов. Я вначале, наверное, сказал, еще раз повторюсь, мы играли против очень квалифицированного соперника. Посмотрите, все легионеры, которые там играют. Посмотрите, все игроки, бывшие или настоящие игроки национальной сборной, которые видели и победы в чемпионате, которые добивались успеха в кубке. Поэтому нам сегодня удалось обыграть серьезного соперника. Повторяюсь, можно один раз выиграть. Мы команду Козелкум в этом году три раза выиграли. Поэтому респект моим ребятам, респект всему штабу, что мы подготовились. А по качеству игры, еще раз скажу, что на самом деле сыграли качественно, особенно в первом тайме, в контроле мяча. Да, где-то психология уже в конце на удержание была позиционная оборона. Но при этом мы, опять-таки, выскакивали. У нас было много моментов для того, чтобы мы забили второй мяч и успокоили. Вот. Нервы. Футбол такая игра. Нервы по-любому будут. Без нервов, без эмоций футбола нет. Иначе, у кого нервы сдают, рекомендую смотреть другие виды спорта. Вот так он. Солох, я хорошо работал. Легкая футбол игра такая. На эмоциях. Футбол на эмоциях. И мы сегодня впервые за многие годы в Номбахор в верхней части турнира таблицы. Оказывают сопротивление сильнейшим командам, которые были гегемонами на протяжении последних лет. Вот. Сегодня я бы тоже, конечно, хотел, чтобы уже более уверенно мы побеждали. Но, с другой стороны, я понимаю, что легких игр у нас нет. Сегодня Асад сыграл на 5+. С чем это связано? Ну, во-первых, Асад талантливый парень. На наше счастье мы его взяли бесплатно. Клуб, где он был на контракте, его просто отпустил. А если чуть-чуть глубже, то этот парень был в академии, в клубе, где я возглавлял. И, знаешь, он своим талантом тогда уже показывал, что он является будущим, может стать хорошим футболистом. Мы видим, что недавних пор он стал игроком основного состава. И от игры к игре он прибавляет. Есть, конечно, многие вещи, которые мы с ним работаем персонально и в психологическом плане. Искореняем те ошибки, которые он допускает. Но большой потенциал, я думаю, что в его лице мы видим качественную помощь. Возможно, ему всего 22 года, он 2000 года рождения. Возможно, в скором будущем он себя проявит и на него обратят уже три раза в год. Я на это, по крайней мере, рассчитываю. Ваши оценки, я хотел бы задать, я не верю, вот Зоран Марушинец. Вот, смотрите, он Чизак и Чизак. Вы понимаете, вы могли обижать победу. Упустил такой момент, едет Пионер. Сегодня здесь мы увидели два момента, я вот. Ну, давайте так, сегодня Зоран лучший бомбардир команды забил 7 голов в чемпионате. Конечно, если учитывать все моменты, которые для него ребята создают, он, наверное, должен был быть сегодня лидером бомбардирской гонки. Но мы взяли парня, мы на него рассчитываем, и сегодня это наш лучший нападающий. Вот, конечно, много еще нужно работать, чтобы все это материализовалось в голы. Потому что он в каждой игре имеет много моментов. Ну, для того есть такие психологические моменты или же тактические моменты, которые мы сегодня сделали. Мы его выпустили на усиление, и он забил победный гол. Вот. Ну, то, что вы оценку, я оценку даю, что он качественный футболист. Качественный футболист. Сегодня он лидер команды. Поэтому нам просто надо еще работать, чтобы, ну, больше голов забивал и добивался для команды нужного результата. Что касается Джизака, что касается здесь домашней игры с Пахтакором, что касается игры в Коканде, повторяюсь, три последние игры мы достойны были победы. Ну, футбол. Вот. Ни в одной игре, ни в одной игре, допустим, не могу сказать, что мы играли плохо. Во всех играх мы могли, могли выиграть. К сожалению, реализация, это факт, хромает. Рахмат. Рахмат. Здесь. Рахмат. Рахмат. щупор никаких мальчиков.